Здравствуйте! Из дома, сегодня из дома, Олег Хилл и с прекрасной историей, которой не мог не поделиться. 87-летняя бабушка выгнала из дома воришку, вооружившись военным мечом своего покойного мужа, после того, как подверглась жестокому ограблению. Об этом сообщил суд. Бабуля 13 минут отбивалась каким-то торшером, и несмотря на травмы, в том числе даже перелом позвоночника, она смогла выгнать некоего Райли из своего дома. Для этого она взяла в руки коллекционную саблю своего покойного мужа. Как сказали в суде, госпожа Лукьянчикова не только не пряталась в своей комнате, но и с огромным мужеством гналась за преступником по лестнице, размахивая военным мечом мужа. «Я почти не сомневаюсь», — сказала судья, — «что одной из причин этого жестокого нападения было то, что она не хотела вызывать полицию». В итоге 28-летний Райли, наркоман, осужденный за ограбление, был приговорен к 13 годам тюремного заключения, поскольку судья назвал его опасным. Напомню, история происходит в Лондоне. Этот преступник выбрал террасный дом госпожи Лукьянчиковой с его сетчатыми занавесочками и аккуратными оконными ящичками с цветочками в качестве своей цели, поскольку было сразу видно, что это дом пожилого человека. Ну, каждый преступник пытается ограбить старенького. Только он не предполагал, что там будут жить русские. Он использовал булыжник, чтобы разбить переднее окно и влез в дом пенсионерки. Теперь внимание, он влез в него около трех часов ночи 31 января прошлого года. Это ж надо додуматься. К русским в новогоднюю ночь, это ж когда голубой огонек идет, когда салаты, там все эти дела. Это ему еще повезло, что карантин и бабуля была одна, а не с гостями. Так бы ему вообще не поздоровилось. Он бы вряд ли оттуда ушел. Но продолжаем. Госпожа Лукьянчикова, которую ее внук описывает как стройную и подтянутую, ну, как любая наша бабуля, она встала с постели, услышав скрип половиц, и встретила Райли уже у двери своей спальни. Можно только представить, какой ужас, должно быть, охватил эту женщину, сказал прокурор Джеймс О'Коннелл. Она вспоминала, как обвиняемый ударил ее по голове, прежде чем затащить и бросить на кровать вниз лицом. Представляете вообще вот саму картинку, попробуйте представить. Он натянул ее ночную рубашку прямо ей на голову, оставив ее обнаженной и, закрыв ей рот, угрожал ее изнасиловать. Нашу бабулю. Вот, да, посмотрите, как он выглядит. Она сопротивлялась изо всех сил и, сползая с кровати на пол, чтобы, ну, как-то от него отвязаться, взяла лампу, которая возле кровати была, и попыталась дать отпор. Райли в это время подходил к шкатулке, к семейными драгоценностями. Но ему, когда она уже на него напала, ему удалось ее обезоружить и прижать ее к кровати. Неоднократно он ее ударял кулаками и прикрывал лицо подушкой. Суд узнал в итоге, что Райли украл незаменимые, так сказать, семейные украшения на сумму 50 тысяч фунтов. В том числе это были золотые кольца и браслеты из довоенной, дореволюционной России. А также серьги, подаренные госпоже Лукьянчиковой в качестве свадебного подарка ее отцом. То есть, понятно сразу, откуда взялась вот такая агрессия со стороны бабушки на этого преступника. «Я испытывала боль и полный шок. На самом деле очень беспокоилась за свою жизнь», заявила суду госпожа Лукьянчикова и добавила «Я думала, что я просто умру». Он кричал постоянно «Деньги, деньги, где деньги?» И я начала звать на помощь, но это разозлило его еще больше. И он поднял одну из подушек и начал меня душить прямо в постели. Потом она добавила, что я, ну в конце суда она добавила «Я хотела бы, чтобы человек, который со мной это сделал, отправился в тюрьму на очень долгое время, поскольку я не хочу, чтобы он сделал это с кем-либо еще». Ну, почему так происходит? Потому что выяснено, что он наркоман и вообще райли бывший уборщик района Уолтон-Форест. Он попался, как теперь история. Он был заснят на видеокамеру, когда бежал к ожидающему его такси после ограбления. Так можно было, оказывается. И был арестован через 11 дней, когда, внимание, присутствовал в полиции, для того, чтобы он пришел туда, чтобы отметиться, так как находился на испытательном сроке после предыдущего тюремного заключения. То есть он приходил галочку поставить, что со мной все в порядке. Райли извинился перед Лукьянчиковой в суде, настаивая на том, что он был под наркотиками и не может ничего вспомнить, ни нападения, ни то, что случилось с ее ценностями, ничего. И сказал, «Я полностью и искренне прошу прощения за это нападение». То есть, оказывается, так тоже можно было полностью раскаяться. И еще он добавил, что у него каждый раз, когда он думает о том, что он сделал, болит живот. Ну, да. Райли, оказывается, отец двоих детей, без определенного места жительства. Он признал себя виновным в этом грабеже, в хранении оружия. Ну, и будет в итоге отбывать не менее двух, третий своего тюремного срока. Эта история действительно достойна была отдельного выпуска, поэтому я его и записал. Прокомментировать вы, конечно же, можете внизу, в комментариях. Там лайки, перепосты, все дела. Но еще я в описании добавлю одну ссылочку. Там идет сбор средств на лечение одному парню, который живет в Лондоне. Ссылка со всеми пруфами, подтверждениями и историей, что к чему, что случилось, будет на группу в Facebook. Парень реальный, живет в Лондоне, самый известный Гиннес, его многие знают. Просто ему нужны деньги на лечение. А так, всего доброго и увидимся с вами в следующем выпуске.